приветствую вас снова на практической конференции по продвижению на западных рынках под названием на запад сегодня у нас такой доклад с дмитрием бондарем уже во второй раз только не про seo а про винишко рассказать как эта идея родилась давай у меня большие сомнения были когда я делал презентацию и до сих пор там фейсбук пишут про что все точно про винишко да про винишко причем тут сеошка ну все примерно так я как обычно писал диме есть какая-то тема что-то рассказать он уже просела все рассказали ничего говорить я говорю так расскажи про винишко вот винишко пить не водку пить поэтому то есть я думаю многим людям было бы полезно потому что это тоже как какой-то опыт да поэтому давай начиная с удовольствием тоже послушаем окей на самом деле почему я согласился потому что в принципе это довольно странная тема да я не супер эксперт на 6 меня нельзя назвать там сами ли просто на прошлой неделе я был на обучении там по теме всякой недвижимости и в разговоре с с одними там из ребят которые владеют коворкингами я задал вопрос да вот вот в чем то есть они позиционируют к коворкинг и как добавленная стоимость как бы вот пространство но там что-то вам дает игры вы ждите ну а давайте вот конкретно да что вам дает к боркин кроме того что вы платите 400 максов за место кроме кофе чая интернета лет ну вот она катается и чар ценности греха в чем и как вы меряете этой чар ценности такое-то обучение и вот девушка и к сожалению не помню как ее зовут она говорит слушайте но мы пытались людей учить и семинары и вебинары спикеры шмикеры творческие там пространство вечера ведь знаете что лучше всего заходит что бухло представишь на кухне бесплатное пивко все пошли выпили вышли на курилку покурили перезнакомились и вот как брича ценность поэтому он ну как бы пьют многие соответственно я сегодня постараюсь очень сжато рассказать как выбирать и как пить винишко на я надеюсь что через на он салон надеюсь на волна это нас за алкоголь и не забыть конференции что не должно забанить у меня есть вот такая вот первый слайд то есть если вам меньше 18 закройте пожалуйста эту презентацию ну или вы соглашаетесь на что услышите какие-то штуки чуть чуть дальше значит ну стандартно этаж презентации я должен рассказать зачем вообще собственно пить винишко ну во первых это вкусно то есть есть люди которые различают там водки какие-то вкусы я к сожалению к ним или к счастью не отношусь но как бы это очевидно что у вина есть разные вкусы довольно широкий такой диапазон соответственно это просто вкусно значит во вторых винишко очень хорошо сочетается с разным стилем жизни если вы любите путешествие то вы заодно можете пробовать какие-то вина данного региона куда вы поехали она очень хорошо сочетается особенно с гастрономией то есть какой-то местной едой как ни странно она в принципе при правильном подходе даже нормально сочетается со спортом а все знают что все наши спортсмены это первые потребители алкоголя к сожалению в целом это может быть увлечением да и но в принципе бесконечно потому что огромный выбор вин во всем мире огромный выбор бен ну как бы разных регионов абсолютно разная цена да то есть вы можете бесконечно пробовать и бесконечно ходить что-то новое потому что каждый год в принципе вино на новый рожай плюс старое вино постарело соответственно оно всегда меняется это вот реально бесконечно ну и то что сказал витя в начале да то есть в странах x fk это ассоциируется с более каким-то культурным употреблением алкоголя правильные вопросы пошли как часто и сколько ты пьешь вино ответим чуть дальше то есть это ассоциируется с более каким-то культурным отдыхом ты себе слабо представляешь ресторан женщин в вечерних платьях и наливают пивко или все глушат водку, хотя так тоже происходит но с винишком это как бы красиво сначала кратко что такое винишко собственно он делается из винограда как ни странно, которого в мире существует очень много сортов но коммерческих порядка 1300 из того что коммерчески делают вино их примерно 1300 при этом всего 100 порядка сотни они дают в 75% всех производимых вин и меньше 10 из них мы сегодня о них проговорим и вам будет достаточно для понимания этой всей темы в целом что самое интересное то что то вино которое мы знаем которое вот в этой бутылке и которое виноделие вообще существует весь этот рынок он развивается активно и нормально только последние 40 лет что очень мало то есть 40 лет назад в принципе технологий почти не было вот как делали там еще тысячу лет назад вот так оно и происходило поэтому это рынок довольно-таки молодой а 95% вина который производится это реально шмурдяк который стоит до 10 долларов и при этом его огромное перепроизводство то есть его производят настолько много что часть его реально утилизируют то есть его просто выливают уничтожают потому что никто его собственно брать не хочет ну и соответственно раз очень много этого шмурдяка а дорогих вин мало они очень ограничены поэтому дорогие вина постоянно дорожают с года в год некоторые инвестируют вина как бы это такая такой же рынок как акции и в принципе есть позиции которые дают прибыльность там 18-20-30% в год и как бы она не падает с годами основные страны их 12 3,6 да 12 эти страны производят больше 80% мирового вина Аргентина, Австралия Австрия, Чили, Франция, Германия Италия, Новая Зеландия, Португалия Южная Африка Испания и United States здесь еще есть Китай то есть в принципе должен быть Китаем но Китай прикол в том что он почти все что производит он выпивает на месте поэтому вы ну редко где встретите встретите китайские вина если страны то что ну то как бы то о чем я сегодня больше расскажу я из вот этого большого списка выбросил что там выбросил Португалию Штаты и что-то еще почему потому что на нашем рынке к сожалению штатовских вин вы практически не найдете оно к нам не доезжает что очень конечно плохо но тем не менее американцы пьют все внутри поэтому встретить что-то стоящее у нас нереально Португалию я убрал потому что там слишком мало вин которые нравятся ну вот на наш вкус да то есть там более такие крепленные поэтому вот эти по факту 9 стран значит первые 3 Италия, Франция, Испания вместе делают большую часть вина которая вот в мире производится вот они втроем делают Аргентина, Чили, Саус-Африка я их специально вот так вот погруппировал да это они тоже делают его много у них оно получается дешево и довольно качественно вот эти 3 страны очень неплохо работают Австралия Германия я их вместе слепил с Австралией потому что очень похожий стиль и они немного его делают ну и Новой Зеландии многие тоже знают там у нас популярна поэтому вот 3 каких-то таких группы в которые можно изучать там или пачечка или отдельно и справа два столбика это основные сорты винограда которые вам нужно запомнить и в принципе вот эти сорта это почти все что есть массово производится да там больше 80% центральная колоночка это белая Шордоне Савиньон Блан Рислинг Пиногри Гиверстроминер и справа это красное Мерло Кабернес Свиньон Пинонуар Сан-Живезе Сера и Зинфандель то есть вот эти вот две колоночки и вы как бы про вино знаете уже сильно больше чем ну большинство скажем так ваших забытыльников да как же вообще получается хорошее вино значит здесь есть два два компонента первый это сорт и второй это теруар значит ну с сортом понятно да то есть есть разные сорта винограда соответственно одни один виноград растет в каком-то месте хорошо другой в каком-то плохо второе слово первое непонятное за сегодняшнюю презентацию это теруар если есть вопрос это готовая структура для сайта про вино я кстати делаю сайт про вино и там вот структура действительно очень сложная потому что я здесь очень упрощаю да но в целом вот что такое теруар многие люди которые хотят казаться умнее вот это слово употребляют в принципе это смесь это смесь климата в первую очередь да потому что климат очень важен почвы плюс привязки к местности то есть климат может быть один там средиземноморский да но там где-то местность холмистая где-то другой грунт и все то есть теруар уже поменялся значит что нужно винограду как растению чтобы нормально вырасти ему нужно солнце ему нужно тепло ему нужно вода ему нужны питательные вещества и руки желательно те которые не испортят то есть где ты находишься это я собираю в бордо мы собирали виноград прикольно на одном одном из шато кстати очень весело это происходит сам сбор там естественно не привлекают рабочих которые сезонные и там прям музон валит чуваки какие-то с дредами такие смесь поляков каких-то румынов короче очень такой веселый движ нам дали немного пособирать руки почему руки важно потому что если у вас правильное место правильный сорт то там главная задача не испортить и вот если руки кривые то ну как бы все будет не очень хорошо значит как изучать если вам хочется чего-то узнать обо нем подробнее да это ну это есть два таких я наверное их выделил для себя два способа первый это выбираем сорт который вам понравился вот видите ты любишь барова да условно и идем по регионам ну слава богу барова не так регионов много где этот сорт существует но тем не менее есть там например не знаю шардоне и он будет абсолютно разный например штатовский шардоне и там и французский это ну как бы они похожи да но они очень разные по вкусу поэтому вы можете например выбрать какой-то сорт понять что он вам нравится и дальше идти изучать его по региону или наоборот вы можете выбрать регион мне нравится Италия соответственно там я считаю страна очень сбалансирована и горы и море и вино и еда и все в одном месте да вы можете бесконечно его там исследовать вот мне нравится и второй подход когда вы выбрали регион и по сути пробуйте все что в этом регионе есть это очень хорошо сочетается с туризмом да вот на фоточке то есть чтобы вы представляли винодельня это не всегда там такое заваленное бочками пространство то есть вот это винодельня это пример это уже в принципе архитектура то есть это уже такая архитектурная достопримечательность она больше архитектурная чем винодельня хотя это действительно действующая винодельня я был тоже в прошлом году да это одна из самых известных в Италии и она построена в холме то есть там прикольно посмотреть и на само здание и на сами процессы они прикольно рассказывают про завод сколько бутылок сколько производят сколько вообще Антинори Антинори То есть прикольно посещать Сами винодельни Даже с точки зрения архитектурной Какой-то там привлекательности Вот так вот оно выглядит С крыши, с холмов Второй способ И почему я говорю, что вино это какая-то бесконечная штука Вот вы, например, выбрали сорт Вот есть там Sauvignon Blanc В принципе, Sauvignon Blanc растет Во Франции, в Новой Зеландии, в Чили В Южной Африке, в ЕС В Австралии, даже в Молдове Не знаю, конечно Я молдовского Sauvignon Blanc не пробовал Но вот он реально там какой-то процент от мирового производства Там есть Соответственно, в каждой из этих стран будет Разный Sauvignon Blanc В этих странах не во всех Но в нескольких он еще может биться по регионам То есть в Новой Зеландии есть несколько регионов Где растет Sauvignon Blanc В каждом регионе есть производитель У которого разные руки, разные технологии Разная история И вот он тоже будет отличаться И милизин Второе, надеюсь, это последнее непонятное слово На сегодня это год урожая То есть вот это все можно умножать Друг на друга И вот только на одном сорте Или как это правильно сказать Вы можете там его бесконечно исследовать Вот, например, да Из того, что есть у нас Я брал только те примеры, которые у нас продаются Вот это Новозеландский Sauvignon Blanc Да, и самая простая бутылка Вот слева Которую в народе называют Голые мужики на газете Потому что она нарисована И так голые мужики на газете Это самый простой Sauvignon Blanc Он стоит 280 гривен Это, наверное, 10 сейчас чем-то долларов Да, и в принципе Сорт винограда один, страна одна Но если вы возьмете его И возьмете там следующий спайволи То вы, в принципе, уже Будучи абсолютно Там, условно говоря, новичком в вине Вы почувствуете между ними разницу Если вы возьмете еще следующий уровень То, ну там, по цене он тоже чуть дороже То есть вы вот даже в рамках одной страны Можете и в рамках небольшого На самом деле разброса в цене Хотя это в три раза Но это там 20 долларов То вы, в принципе, можете ощущать разницу И что-то вам будет нравиться больше Что-то вам будет нравиться меньше Значит, если вы хотите Ну там, пойти в сторону большего задротства Да, что почитать То есть замечательный, к сожалению Заброшенный блог Леши Дмитриева Дмитриев Киева Да, я когда-то начинал с его Это, наверное, щитка тут Девятый или десятый год То есть вот он активно вел этот блог Он сейчас работает Управляющим в Бернарданце в Одессе Если вы там не были, советую заглянуть Потому что там карта отличная Ну и сам чувак веселый И вот очень жаль, что он перестал делать эти Писать блог Но вторая ссылка Это тоже он делал Это очень короткие видео Назывались «Винные минутки» Я считаю, это вообще блестящая штука Там за две минуты вы узнаете Вот то, что я вам в презентации рассказываю Очень полезно Посмотрите, там 10 роликов 20 минут Мега круто Хотя роликом уже лет по 8, наверное Но все осталось Офигительный сайт про вино Который будет полезен, опять же, всем сеошникам Потому что там отличная структура Отличная линковка Отличный контент Отличная монетизация Вот они вообще красавцы Это «Вайнфолли» Очень круто сделан сайт Очень круто Ну вот из сеошной точки зрения То есть вот этот сайт Условно говоря, на который я бы равнялся Потому что я в прошлой презентации Показывал отрывок с русского сайта То вот здесь все хорошо Вам одного этого сайта хватит Если вы хотите знать о вине Все, что хотите Эти же чуваки в «Вайнфолли» выпустили книжку Она есть в Украине Ее можно купить Стоит там меньше 300 гривен И в ней больше картинок, чем текста Все такое любят Берите Если вы, например, в Москве Есть «Инвизибл.ру» К сожалению, по-моему, он работает только по Москве По-моему, даже по России не работает Это тоже пример отличный Но не сеошки, а маркетинга А он тоже про вино То есть чуваки по подписке возят вам вино Если вы работаете имейл-маркетологом И не читали подписку от «Инвизибла» Я считаю, что вы не имейл-маркетолог И не копирайтер Потому что вот эти чуваки делают Самый лучший копирайтинг в мире вина условно Ну и вообще То есть их Вот особенно первые рассылки Можно распечатывать Вешать на стену Там давать как экзамены Начинающим копирайтерам и маркетологам То есть сайт вроде с виду такой стрёмненький Но если вы зайдете внутрь, заехаетесь И начнете изучать Это практическое пособие Как стать нормальным копирайтером Маркетологом, мейл-маркетологом А начинали с мишка, да? Но оно же должно быть полезно Вот То, что ты, Витя, больше всего спрашивал Это выбор, да? То есть ты заходишь в магазин И там начинаются какие-то миллионы стеллажей Я расскажу, как это Ну как, наверное, то, что облегчит вам выбор С точки зрения обычного продвинутого обывателя Значит, к сожалению, у нас Все начинают выбирать по цене Почему? Потому что то, что на западе Попадает в диапазон 4-10 долларов То есть туда попадает все хорошее вино У нас, к сожалению, нет цены 4 доллара И у нас ничего туда не попадает Поэтому вот все, что меньше 200 гривен Или 7,5 долларов Шлаг Ну то есть можете сразу не смотреть То есть там есть что-то, что действительно годное Но шансы взять это по такой цене равны практически нулю Поэтому вы можете сразу вот как бы вот эту категорию Если любите свое здоровье То есть лучше туда не смотреть Все, что в районе 200-400 гривен Это до 15 долларов Это масс-маркет Несмотря на то, что вы, не знаю, сходите в Goodwine И увидите людей, которые там стоят у полок И с умным видом что-то спрашивают в Сомеле Большая часть их продаж это 200-400 гривен То есть все берут недорогое вино Поэтому вот в нем сконцентрировано почти все Несмотря на то, что даже у людей есть деньги Они все равно продолжают брать дешевое вино И это, кстати, тоже не очень, я считаю, правильным Следующая категория, это считается высокая То есть 400-1000 гривен Это уже там 37 долларов Ну как бы это считается уже дорого И премиум это все, что больше 1000 гривен за бутылку Соответственно больше 40 долларов Значит основные правила Самое первое правило, которое нужно запомнить Дорого не значит хорошо То есть почему вино получается дорогим условно Есть чисто технологические процессы То есть если вы вино залили в бочку То вам надо как минимум где-то взять бочку Вам нужно ее довести, хранить, менять каждый год Ну и так далее То есть это банально просто добавляет денег К любому из процессов Поэтому то, что цена на вино какое-то растет В принципе может, ну скажем так Почти никогда не коррелирует Вот особенно у новичков с его качеством Поэтому если у вас там, не знаю, в кармане Или там в руке 400 гривен И вы видите рядом вино, которое стоит 800 И вы думаете, что сейчас я вот бахну еще 400 И что, я сэкономлю И оно будет в два раза вкуснее Скорее всего нет Поэтому первое, это все-таки определите Ну как бы ваш бюджет И ищите То есть не надо перескакивать Вы переплачивая деньги Вы скорее всего не получите того, чего хотите С другой стороны, есть второе антиправило Да, то дешево не значит плохо Почему? Потому что, то есть в Америке, например Большая часть вина помещается в 4 доллара И вот в Европе там 4-5 евро То есть все хорошее вино стоит до 4 долларов У нас, к сожалению, даже шлак стоит 7,50 Поэтому физически вино может быть Ну как бы вот оно из-за пошины Остального То есть в принципе дешевое не значит плохое Это у нас просто дорого Не знаю, как это Политкорректно назвать У нас просто дорого Значит, качество Качество, если вот эта не категория шлак То оно плюс-минус одинаковое То есть нет такого понятия Более качественное, менее качественное вино То есть с точки зрения продукта Оно не будет там прокисшим, протокшим Оно везде одинаковое Поэтому опять же, качество не значит дороже Цены в наших сетях Ну по крайней мере в Киеве В столичных отличаются Причем иногда довольно значительно 10-20% Это большая сумма Особенно если вы, например, планируете свадьбу Или еще что-нибудь Покупаете 20 ящиков вина То 20% на вот этой всей штуке Довольно-таки внушительно Поэтому смотрите Обращайте внимание на цены Ищите где дешевле Потому что действительно разница есть И я как бы когда к этой презентации готовился Сравнивал там разные сети И на мое удивление Розетка давала розетка Давала неплохие цены На такие многие позиции Ниже рынка Минутка рекламы Только вдумайтесь в цифры 4,5 года мы разрабатываем Тул под названием LinkChecker Собственно для того Чтобы улучшить И сделать более эффективным Команды по линкбилдингу Последние 9 месяцев Мы делаем новую Свежую версию В которой мы учли пожелания Наших юзеров Мы сделали его быстрее Проверки стали более четкими Добавили кучу разных фиш И про это расскажет Сергей Волоконский Product Owner этого тула Мы разработали новые фичи Чтобы сделать процесс Мониторинга ссылок Еще проще и эффективнее Обновленный интерфейс Проверка атрибутов ссылок Тегов MetaRobots И XRobots А также проверка Количества исходящих ссылок Чтобы никто не смог Разместить свою ссылку В вашем контенте Все это и многое другое В новой версии В Checker Pro Ну и как цветы к 8 марта К праздникам цена всегда растет То есть если вы Вот ради интереса Сделаете скриншот сейчас И сделаете скриншот Под Новый год Вы увидите Что цена нормально вырастет На ходовые товары Поэтому Если вы хотите Дешево отпраздновать Новый год То шампанское лучше купить сейчас Тут говорят Много разных вопросов Комментариев Ну и из основного Которые можем разбавить Признайтесь Под вином Вы зашифровали PBN Возможно Конца презентации Что же никто не видел И еще такое прикольное Для разбавки Габарит про вино А как будто Просело доклад Вот Yes Как раз в объем Чтобы люди Не грузились Уже сеошкой А и приятно И должно получиться И полезно Даже когда Бондарь Рассказывает о бухле Ты все равно Поднимаешь свой левел В SEO Yes Так Ну в общем Вот так вот Начинается Большинство посиделок Типа что взять И соответственно Первое Что нужно сделать Это Если вы не шарите Не берите дорогое Ну то есть Вы будете жалеть В основном Потому что Ну как бы Цена может быть разная Да Вот тут Лежит бутылка За 7-900 фунтов Это не самый Как бы Это не предел Да Но если вам его налить Там вот в этот Обычный бокал То Несмотря на то Что там цена Такого вина Может достигать Не знаю Цены органов Вот всех Кто тут в офисе В студии сидит Да То вы Вы не прочувствуете Эту цену Да То есть Скорее всего Поэтому не берите дорогое Определите свой бюджет Там Старайтесь выйти Вот за диапазон шлака Да И как бы В этом бюджете Не нужно доплачивать За этикетку Там еще за что-то А второе Собственно Это нужно понимать Это поводы Состав собутыльников Собственно Что за повод Потому что Ну как бы Странно Опять же Вот сезонность Следующая Наверное Надо объединить С сезоном То есть Вот странно Если бы мы сейчас В 12 Или сколько там Дня В 2 Пили там Полнотелое Красное вино То как бы Конференция бы На этом закончилась Поэтому мы пьем Легкое белое Да Которое В принципе Можно Спокойно пить С утра Условно говоря И ничего с тобой Не будет Как бы плохого До вечера Поэтому нужно Понять повод То есть Куда вы едете И собственно Что за люди И там собирались Они как бы Шарят вине Не шарят вине Мужчины Женщины То есть Какая-то компания Какой-то сезон Потому что Но опять же Пить вот такой Ледяной Зимой И там Наверное Не очень хорошо Немаловажно Понимать Что будет с едой Потому что На самом деле Задача Настоящего Сомелье Это Соединить Еду И вину Это то К чему Почему-то Украина Еще не пришла Потому что В большинстве Ресторанов Отелях Даже винных Магазинах Большинство Сомелье К сожалению Не смогут Вам Подобрать Что-то Под еду Только Самая базовая Вот базово Они чего-то Соображают Но К сожалению Опять же Даже вот Во многих Ресторанах В которых Есть выделенный Сомелье Он не всегда Понимает Что С его же Кухни С его же Ресторана Что где Посоветовать То есть Американцы Пошли здесь Грандиозно Вперед У них под блюдом Написано Наш Сомелье Рекомендует Вот это И оно Идеально Сочетается Тебе не нужно Думать Ты взял Сразу Бокал И ты Доволен Все довольны Тебе даже Сомелье Наши 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 Сожален Пока Почему-то Не Продвинулись Поэтому С едой Нужно Сочетать Но это Пока У нас Тяжеловато И есть Еще Отдельная Категория Вина Категория 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 Я бы его тоже Поделил на две части То есть Человек Которому вы дарите Шарит Или нет Если не шарит Ваш бюджет Берете Что нравится Плюс-минус Все равно Если человек Шарит То конечно Лучше Либо спросить У него На самом-то деле Хоть как-то Поинтересоваться Что ему нравится Что не нравится Либо все-таки Брать Сомелье Чтобы он Что-то Объяснил Потому что Если вы Шарящему Человеку Подарите Дорогое Глупое Вино Как бы он Этого Сильно Не оценит И вас Будет считать Типа пожелания На будущее Yes Теперь Собственно Как Как Грамотнее Его пить Да Словно И первое Что На самом деле От чего Ну вот Я сюда Собрал Только то На самом деле Что Продвинет Вас В удовольствии От вина Независимо От того Что И какое Вино Вы пьете Говорят Обязательно Набрать Безинкорное Вино Иначе После Употребления Побежит Безинкорное Вино И значит Первое Правило Только Бокал То есть Вино Нужно пить Только Из бокалов Ну то есть Если вы Нальете Вот то вино За 7000 Фунтов Вот в этот Стакан Да Или в любой Дне Бокал Оно Абсолютно Потеряет Свои Свойства И Хотя Это Одно И та же Жидкость Да Но это Будет Очень плохо Очень невкусно Поэтому Вы выбираете Только Бокал Нет бокала Лучше даже Его не открывать Второе Это форма бокала То есть Есть Целая Теория И практика И какой Сорт Подходит Под какой Бокал Да Это все Работает И действительно Из разных бокалов У вас будет Разный вкус Потому что Рецепторы Во рту Расположены В определенных Зонах Да Там что-то На языке Отвечает За соленое Что-то за горькое Что-то за острое И когда Вы по сути Пьете Из бокала Жидкость В зависимости От его формы Попадает Ну как бы На разные части Языка И действительно Это имеет значение И иногда Даже очень Сильно Но Опять же Чтобы не сильно Заморачиваться Во всей этой Эзотерике Вы смотрите Подбираете Бокал Тот который Наиболее Похож на тюльпан Ну вот такой Тюльпановидной формы Чем больше он Похож на тюльпан Он как бы Работает Со всем вином Чтоб там Не говорили Или податься Бокалов Он абсолютно Будет нормальный Везде Избегайте Особенно Каких-то Экзотических Форм Вот слева Какая-то Выш Вот такая Что там Любят Такие бокалы Какие-то Советские Хрустальные То есть Все что Формы Странные Это правильные Ну это Стандартно То что было Ну как бы Нормально То есть Вот это Покатят Везде То есть Если форма Неправильная Ну вот какая-то Да Вот как на этом Слайде То лучше Такое не брать Потому что это маркетинг А не Ну как бы Практика Значит первое Мы поняли Да Что пить нужно Только из бокала Второе И самое важное То чем можно убить Любое вино Это температура подачи Значит Игристое То что у нас На родине Называют шампанское Мы пьем При температуре 5-8 градусов То есть Белое 8-12 Красное 14-18 Часто Производители Пишут на обратной стороне Типа При какой температуре Его лучше подавать Но вот эти правила В принципе Никто не соблюдает Нет-нет Наоборот соблюдают Я имею ввиду Что они Вот эти правила Это универсальное значение А на конкретно Поэтому нужен Холодильник для винишка Прямо в офисе Правильно? В офисе И дома Ест Было бы неплохо При этом Я кстати Очень не советую Ложить вино в морозильник То есть Вот многие Когда там Не знаю Бегут гости Там еще что-то Ты берешь Там бутылки Запихиваешь его В морозильник Как бы Оно Слишком быстро Охлаждается И он этого не любит Соответственно Вкус теряется Это прям тоже Действительно видно Можете взять Две бутылки Одну заморозить Вторую Просто И вы почувствуете Это прям физически Следую 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 Правило Особенно Для белых Это Подливаем Меньше Но чаще Вот видите Сколько я сюда налил То есть Совсем как бы Мало Почему так? Потому что Если вы нальете Много Оно будет греться То есть Оно будет греться И греется Оно очень быстро На самом деле И сильно Потому что Бокал в руке Если держать его Вот так То есть Это плюс градус Примерно Каждые 5 минут Соответственно Вот это Холодное Да Вот это Чуть-чуть Даже нагрелось Поэтому Следующее Больше конечно Для красных Это Дайте ему Подышать То есть Если вы не уверены Декантировать Не декантировать Если вы ни в чем Не уверены Просто Это никогда Еще никому Не мешало То есть Оно вам Не навредит Как минимум И сделает Лучше Как максимум То есть До Получаса Или час До подачи Можете Перелить Его в графин В кувшин То есть Форма Не играет Какой-то Там супер Роли Либо Если очкуете Просто Можно даже Не декантировать Просто Бутылку И оставить Его В таком Просто В открытой Бутылке Красная Там За часик До того Как его Куда-то пить И это Ему Сильно Поможет В холодильник Просто поставить Норм Можно Ну Есть много Правил Как их пить Но опять же Это очень Зависит от того Кто С кем Как С какой Едой Но Общее Правило Такое Что сначала Идут более легкие Как правило Белые С основным Блюдом Если оно у вас есть Какое-то Полнотелое Красное То есть Вот этого Если вы придерживаетесь Уже хватит 90% В случаях Еда Вот здесь У меня Настал Немного Ступор Потому что Во-первых Все едят Разную еду Во-вторых Вот эта Вот часть Она тянет На лекцию Которая Наверное Тут тоже Не совсем Будет уместно Я только Лишь покажу Эта Схема Что С чем Сочетается Она К сожалению Ее нет В электронном виде Это постер Который Надо распечатывать На стену Но Это Целое искусство И Белое К рыбе Красное К мясу Это слишком Упрощенная Его версия Поэтому Чтобы Здесь Не углубляться Просто Пробуйте Абсолютно Необычные Получаются Эффекты Когда Вы Например Вино С Шоколадом Казалось бы Красное Вино Можно Зайесть Шоколадом И при этом Получить Отличное Сочетание Вкуса Для этого Это уже Вам нужно Чуть Заморочиться Посмотреть Что С чем Сочетается Или Скачать Какой Подобный Постер И По нему Начинать Что-то Делать Отдельно Я надеюсь У нас Будет Докладчик Который Шарит В игристых Я бы Сам Послушал Может На следующий Раз Это Отдельный Мир Это Вот В Вине Это Отдельный Мир Он Большой И бесконечный Но Я его Свел К трем Правилам Особенно В летом Это Актуально Значит Если Нет денег Пей Каву Кава Это В основном Испания Как-то Производит То есть Это Игристая Такая Очень Легкая Ну То есть Аналог Шимпанского То есть Вот Если Там Все Сравнивают Советским Только Очень Легкая Вкусная И Очень Дешевая То есть Вы Даже В ресторане Сможете Купить За 500 Гривен Бутылку А В Супермаркете Это 200 Чем То Оно Прекрасное За Эти Деньги Вообще Великолепное Поэтому Если У вас Денег Нет Пей Текову Если У вас Есть Деньги Пейте Просека Просека Это Следующий Ну Так В моей Условной Иерархии Просека Любят Девочки В основном Но В целом Это Очень Хороший Напиток Потому Что Он Его Можно Пить Вот С утра Днем В жару Там 32 12 Дня И Ты Бахнул Просека И В принципе Тебя Не Убьет Так Чтобы Ты Смог Продолжить Работу То есть Это Довольно Хороший Вариант Да Ну Если Есть Деньги Пей Игрист Потому Что Там Вот Бесконечно Там Можно Углубиться И Пропить Все На Свете Потому Что Это Бесконечно Вкусная История Но К Сожалению Она Дорогая То Есть Хорошие Игристы Стоят Нормально Денег Как Сочетать С Работы Это Не Мое Правило Я Где-то Там Лом В Разных Вот Например Хрэпс Как Телевизор Взял Себе Сайты Которые Набросал В ресурши И Обычно Когда Выпиваешь Винишко Все Ну Какая Работа Да Все Потому Что Ты Скорее Все Пьешь Бороло Правильно Не Бороло Это Светленькое Ну Как Карбонар Карбонар Это Спагетти Это Что-то Другое Нет Ты Знаешь Это Винишко Вот И И Все И Не Получается Смотреть То Есть Когда Ты Берешь Бокал Было Было Круто Если По Хрэпс Сам Крутил И Показывал Вот Ну На самом Деле Во-первых Я Рекомендую Да Наверное Придерживаться Правила Там 3 Плюс 4 То Грубо Говоря У тебя 7 Дней В Неделю И Стараться Чтобы У тебя Не Было Все 7 С Днем Вечером В Обед Там С Ужином С чем Хочешь Прекрасно Себя При этом Чувствует Но Все Таки Я Рекомендую Не Как бы Не Злоупотреблять И Вот Три Дня Ты Пьешь Там Четыре Дня Не Пьешь Это Сочетается И С Диетами Нормально Из Ну Как бы Ты Чувствуешь Себя Плюс Минус Хорошо Второе Правило Ну Оно У меня Здесь Понятное Дело То Есть Ты Ставишь Себе Бокал Вина И Ставишь Себе Бокал Воды И Пьешь Хлебнул Вина Хлебнул Воды В таком Формате Ты Чувствуешь Вино Вкусное При этом Вот Эта Вода Она Сильно Размывает Что Алкоголь Я Не знаю Как Это Физически Происходит Но Это Позволяет Держать Ум Довольно Таки Трезвым И Ты Можешь Либо Гораздо Дольше Пить Это Вино Либо Гораздо Больше Пить Смотря Что Ты Хочешь И Оно Очень Легко Переносится На Следующий День Ну И Соответственно С утра Лучше Пить Игристое То Есть Вот Эта Поговорка Что Шампанское С утра Кто Пьет В принципе Она Не зря Появилась Потому Что Они Переносится Гораздо Легче Игристое Просека Легкие Белые Они С утра Прям Их Пить Можно Большинство Красных Я бы Не рекомендовал Потому что Есть Прекрасные Красные Можно Пить С утра Штучные Такие Штуки Поэтому Вот Эти Простые Правила В принципе Помогут Вам Пить Вкусно Пить Безопасно Исследовать Вино И Я надеюсь Что Эта Презентация Была Вам Болезна Потому Что Я Очень Сомневался Делать Или Нет Тут Тут Ряд Вопросов Есть Прям Цитаты Которые Можно Делать Как Часто И Сколько Ты Пьешь Винишко На самом Деле Зависит От Сезона И От Того Где Я Нахожусь Я Нахожусь В поездках Или Нет Я Нахожусь Дома Или Нет Я Нахожусь В офисе Или Нет За Рулем Или Нет Но В целом Наверное Часто Три Раза В неделю Точно Вряд ли Когда-то Это Происходит Меньше Мы Не Пропагандируем Ни в коем Случа Как Применять Винишко Чтобы Получить Топ В Google Вопрос Из чатика Ну Во-первых Как ни Странно Винишко Это Довольно Интересный Инструмент Нетворкинга Почему Потому Что Не так Много Людей Увлекаются Вином В Киеве На самом Деле И Как Вы Понимаете Люди Это В основном Не Очень Бедные Потому Что Если Они Тратят Деньги На Вино И Ты Когда Начинаешь Тратить Их Много Условно Ты Хочешь Тратить Правильно Поэтому Вот Эта Тусовка С Амелье Вот Таких Вот Людей В Принципе Я Считаю Это Довольно Неплохой Нетворкинг В том Числе Это Не Обязательно Для Сео Это Для Всего На Целом Да Поэтому На Самих Дегустациях Если Вы Начнете Ходить На Дегустации Что Кстати Слайда Я Что-то Не Вставил Но В целом Есть Группа Фейсбуке По-моему Она Называется Винное Происшествие Киева И Там Есть Расписание На Следующую Неделю Что Где Происходит Почитайте Там Я Насколько Этих Дегустаций Не Ходил Но Везде Собираются Довольно Интересные Люди Необычные Скажем Так То Что Мне Нравится Поэтому Я Б Вот Это Использовал Как Инструмент Нетворкинга Какой-то И Как Знакомство В основном К силошке Ну Как бы Напрямую Да Вы Вряд ли Откроете Там Что-то И Оно Вам Поможет Ставить Сайты В топ Но Да Тут Прикольная Фраза Вино Как Линкбилдинг Бесконечно И Горчит Вот Какой Сорт Порекомендуешь Понятно Уже Было Ну Наконец То Я Именно Этот Доклад И Ждал Один Из Людей В чате Отписал Вот Как По Употреблению Алкоголя Определить Тимлида Или Синьора По Употреблению Я Не знаю Как По Алкоголю Но Я Могу Точно Сказать Что Хороший Эчар Должен Пить И Курить Если Эчар Не курит Это Плохой Эчар Если Он Должен Посвящать Курилку Как По Употреблению Алкоголя Понять Тимлида Ни Тимлида Угу Алкоголя Определить Тимлида Или Синьора Но Это Не Совсем То Но То Если Я Никому Не Открой Секрет Что Пьют Практически Все И Первый Корпоратив Который Происходит В Компании Показывает Кто Насколько И Какие Люди Раскрываются Очень часто У нас были случаи Что когда человек Настолько Раскрывался Что Это Были случаи Когда человек Выходил К нам На работу За день Или за два До корпоратива И раскрывался Настолько Что День после Корпоратива Реально Был Последним Сразу В Компании Поэтому На самом Деле Это Инструмент Который Может Негативные Качества В том Числе Показать Позитивные Качества Как это Может Показать В том же Опять же Тимбилдинге То есть Условно Говоря Тимбилдинги У нас Какие Все Понимают Что Часто Это уже Скучные Заезженные Какие-то Штуки Да Какие-то Веревки Квадроциклы И прочая Такая ерунда Многие Не хотят Сейчас Сильно Большой Активности Ну То есть Там Не знаю У тебя Дома Дети Жара Там Еще Вирусы Какая-то И тебя Еще Заставили На веревках Там Или Сплав Какой-то То есть Нужно Учитывать То Что Люди Уже Сильно Делятся По То есть Там Студентов Конечно Ты Там Вывез Их В палатке Все Могут Нормально На Тим Тим Билдится А Человек Утого Трое Детей Уже Не Будет Этого Искать Поэтому Это Довольно Хороший Инструмент Вот Для Той Части Компании Либо Команды Которым Не Подходит Сильно Активное Время Провождение Которое При этом Опять же Уже Не Студенты То есть Ему Не Надо 18 Литров Пива Налицо Там Условно И В Приглашай Сомелье И он Тебе Чего-то Делает Какую-то Дегустацию Поэтому Я бы Честно Говоря Использовал Использую Стараюсь Это В таких Тимбилдинг Тире Образовательных Целях Оно Очень Заходит Как Нетворкинг И Лодка Тимбилдинг И Как Жидкость Байка Из винного Погреба Будет? Не У меня К сожалению Нет винного Погреба Следующий Вопрос Прости Пожалуйста Уидимый Свой виноградник Он Что Земля Для Владелец Нет Это Я думаю Где-нибудь Когда-нибудь Будет На Пенсии И То Не Факт Потому Что Столько Работы Сколько Есть На Винограднике То Кажется Что Оно Само Растет Красиво И так Далее Количество Труда Которое Нужно Каждый День Чтобы Это Выросло То Это Такая Пенсия Очень Активная Поэтому Предлагаю Тему Для Доклада Винишко Как Инструмент Социальной Инженерии В Сил В Принципе Можно Мою Тему Вынес В Заголовок И В Принципе Это Похоже Потому Что На самом Деле Эти Нетворкинги Довольно Важная Штука Как Вы Ксёшники Познакомитесь С Владельцем Крупной Компании Который Вас Пригласил Туда На Работу Например Это Какая Сео То есть Вы Ему Не Смиритесь Нет То есть Вы Не Можете Ему Позвонить Написать Прийти На Собеседование Никогда Никого Сам Не Будет Собеседовать И Так Далее Да То есть Вам Нужно Как То Словить И Где Вы Будете Ловить В Другом Спорт Клубе Ну Ладно Ну Как То Еще Можно Что То Сделать Но Вот Такие Дегустации Я часто Вижу Ну Просто Вижу Кто Туда Приходит Какого Типа Люди И В целом Это Очень Неплохой Контингент Будем Немножко Ускоряться Самое Вкусное Красное Вино До 50 Долларов За Бутылку Самое Вкусное Ну Оно Есть Опять же Оно Вам Ничем Не Поможет Потому Что Пила Его Во Франции У Нас Не Найти Да То То Оно Стоит Порядка 15 20 Евро Но У Нас Его Нет В Принципе До 50 Сколько Это В Гривнах 50 Долларов 1350 1350 Ну Попробуй Семь Листа Вот То Что Точно Необычно И Вот До 50 Средне Статистический Вкус Борола Можно 16 Вода 15 Взять Нормально Его Нельзя Пить До 9 До 10 Его Нет Смысл Я Выжил Вот Тут Есть Узбекские Ученые Пытались Придумать Лекарство От Коронавируса Но У них Всякий Раз Получается Плов Давай Крайний Вопрос Дмитрий А как вам Органическое Вино Активно Развивается Данное Направление Даже В Украине Я Подозреваю Что Не только Органическое Скорее всего Ребята Спрашивают Про Натуральное Органических Их Много Там Все Это В основном Развод Потому Что Этих Лейбочек Био Там Их Миллион Нет Единой Пока Нормальной Ассоциации Которая Как-то Стандартировала Короче Мое Обношение Это На самом Деле Это Маркетинг То есть Натуральные Вина К сожалению Это Маркетинг Потому Что Что Такое Натуральное Вино Это То Вино В Которое Ты Минимально Вмешиваешься Как Человек И Прикол В том Что Такое Вино Можно Сделать Хорошим Только В определенных Регионах Всех Остальных К сожалению Без Технологии Ну Как Бо Нельзя Сделать Нормальное Вино Поэтому Оно Как бы Будет Просто Банально Некачественным И Вы С этим Соглашаетесь В угоду Типа Натуральности Да Ну То есть Оно Будет Скорее Всего Там Невкусным Некачественным И Зачем На фоне У тебя Стоит Бутылочка Поэтому Ну То есть Есть Вкусные Натуральные Вина Их Меньшинство Там Наверное Процентов 10 От всех Натуральных Поэтому Ну Я бы С ними Не Очень Игрался Я бы Шел В Традиционную Штуку Потому Что Ну 90% Что Вы Переплатите За Маркетинг Потому Что Зачем Этот Тренд Надо Что То Продавать Ну Массовые Компании Которые Возвращают Интерес К продукту Вот Натуральные Вина То же Самое Если Ты Не Можешь Делать Великое Вино Ну И Дорогое Потому Что Оно Растет Там На Куске Земли У тебя Этой Земли Нет Но Где Продавать Хочется Хочется Поэтому Ты Делаешь Квен Натуральное И Продаешь Как Ну Я Предлагаю Завершить Как Сказала Лена В комментарии Под Твоим Фото Выпьем За этот Прекрасный Доклад Вот Все Спасибо Большое Пару Минут И У нас Будет Владимир Лучанинов С Очень Хорошей Темой Спасибо Большое Пожалуйста Минутка Рекламы Только Вдумайтесь В цифры Четыре С Половиной Года Мы Разрабатываем Тул Под Названием Линд Чекер Собственно Для того Чтобы Улучшить И сделать Более Эффективным Команды По Линкбилдингу Последние 9 месяцев Мы Делаем Новую Свежую Версию В которой Мы Учли Пожелания Наших Юзеров Мы Сделали Его Быстрее Проверки Стали Более Четкими Добавили Кучу Разных Фиш И про Это Расскажет Сергей Волоконский Product Owner Этого Тула Мы Разработали Новые Фичи Чтобы Сделать Процесс Мониторинга Ссылок Еще Проще И Эффективнее Обновленный Интерфейс Проверка Атрибутов Ссылок Тегов MetaRobots И XRobots А также Проверка Количества Исходящих Ссылок Чтобы Никто Не смог Разметить Ссылку В вашем Контенте Все Это И многое Другое В новой Версии Checker Pro Устали Искать Качественные Обратные Ссылки Для США Канады Англии Австралии И других Регионов На английском Французском Немецком Итальянском Не вопрос Backlinkers Твой надежный Поставщик Обратных Ссылок Гестпостинг Краудмаркетинг Сателлиты Пресс-релизы Web 2.0 Ну и конечно же Ссылки Жирных Морд Можем начать Отгружать Backlinkers Уже сегодня Для этого Заходите на сайт Backlinkers.net Заполняйте заявку И мы вам Обязательно Поможем Качественно Вовремя Эффективно Редактор субтитров